Ну, Dark Souls 3 мне очень понравился, но... Это ж, грубо говоря, та же игра, только ухудшенная в несколько раз, правильно? Понятно, что относительно третьей части не может мне никак понравиться. Так, я по-быстрому уничтожил свой Мэнтос, у меня было три штучки. Я его вынес в соло. Не почувствовал. Так. Красивую модельку не сделать, поэтому делаем мужика, а не девку. Да. Тут уродки будут. У меня смысла девку делать. Этот чел начинает левел 5. Этот 5, этот 3, этот 4. Голый чел 6-го левела, все статы 11. Что у него с телосложением? Такое бывает вообще? Столько странное телосложение, это вообще какой-то пиздец. Слушайте, может голого взять у него? Зажимай, трай с геймпадом. Зачем? Зачем мне что-либо пробовать, если я привык играть в подобные игры на клавиатуре? На геймпаде я играю гоночки различные, платформеры, гонки, платформеры и файтинги. Так, смотри-ка, частоты. Атунмент это интеллект же, правильно, типа там книжка нарисована, ну типа интеллекта. Фейт это типа мудрости, вера, да, это типа мудрости. А, нет, там есть отдельный интеллект. Стоп, погодите. Выносливость есть и виталити. А, это было, по-моему, в Dark Souls 3. Бери мастер-кей, это для хардкорщиков, как раз для тебя. О, такие силы, спасибо за гайды. Кроши, я беру воина. Intelligent Sharp Lines. Верим. Это... Нет пути. Этот заболел чем-то. Странно, что он не альбинос. О, что с тобой, чел? Что с тобой случилось? Кого взять? У меня есть всякие-то супер-уроды. Maybefar из Тревелера. Надо их с волосами смотреть. Это называется Курли? У меня, если что, кучерявые волосы, когда они, ну, вырастают, вот, примерно, вот, до такой длины. Оно не так выглядит. Не, этот чел выглядит как-то странно. Я не знаю, это Astora Noble странно выглядит. Коммонер. Я возьму довольного чела. Тупо доволен. Твоё ебало, когда начал играть в Dark Souls 1. При том, что ты уже поиграл в Dark Souls 3, ты начал играть в Dark Souls 1. Лол, омега лол. Там чел меня какой-то благодарил в начале стрима. Это не я выбрал игру. Я бы никогда в жизни не начал играть сам. Пусть будут такие, я не знаю, сянулся в шлеме, буду постоянно. Пусть будут серебряные. Ведьмак. Довольный ведьмак. Чё, я чё-то, можно чё-то поменять? Хочу ли я? Если честно, я не хочу. Это не тот случай, где это имеет смысл. Всё, поехали. Сори, гайз, забыл поставить русский язык. Я не знаю, можно ли поставить русский язык, я не в курсе, я забыл. По идее, можно в настройках. Наверное. Я забыл, как обычно. Понимаю, заставка ремастерит, потому что, ну, неплохо выглядит. Это интро. Явно, ну, не старая. 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 Затем, из мнорных, они пришли и нашли души лородов в пламени. Ты кто вообще? Это оно? Они? Нито Странно выглядит Продолжение следует... 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 Чен Манер это очередная раз в переводе с английского, минус кольцо старой ведьмы, прекрасная госпожа ему все равно неинтересна была бы, так как побить все равно будет натирать двиндолину клинок темной луны. Главный герой тоже нежить как обычно изначально. Сено я не понимаю почему челы превращаются в нежить я или не понимаю или забыл уже опять. Окей до начала подкат в смысле перекат данжел целкий почему не закинули в темницу труп у которого ключ от выхода с темницы это нормально вот так то лучше Мувикарик поставь русский. Блин надо игру перезапускать я могу сохраниться. Э это че там такое ходит? Вау. О, ничеось. Я предпочитаю чтобы в играх была оригинальная озвучка но я не против поставить русский текст для зрителей только я забыл об этом. Чел падай. Они не защищаются? А как я должен идти поломанным куском дерьма убивать этого здорового чела? Это возможно вообще? Это реалистично? Надеюсь не тропнешь. Первый раз в пяти легче третьей. Но зато атмосферная и крутая сама по себе. Играл в первый ремастер после третьей. Так же как и ты и мне она показалась гораздо круче. Первый раз в пять легче третьей? Ты же сказал что она легче. Как она может быть круче уже по дефолту? Если она в любом случае имеет меньше механик, меньше удобств, хуже выглядит и легче. Почему она круче? Так подождите за той дверью тот жирный монстр. Как я должен драться с этим эгрыском? Что за прикол? Понимаю, понимаю чат. Привет Виталя. Это я твой единственный зритель. Понимаю. Ха-ха-ха-ха-ха. Даже несмотря на то, что после Dark Souls 3 я смотрел объясняющие ролики минут 30 или 40 с сюжетом. Я все равно ничего не понял. Предыдущий донатер даун. Одинная часть самая сложная в серии. Все последующие части пошли в сторону оказываливания абсолютно всех аспектов и игры. Сейчас посмотрим. Ну судя по тому, что меня заставляют драться куском охрызка против какого-то жирного здорового урода, я не уверен, что первая часть легкая, как человек говорит. Дайте мне меч, дайте мне оружие, пожалуйста. Так, вот что я должен делать? Мне оружие не дадут? Серьезно? Я должен вот этим драться против вот этого. Я вижу, как обычно, с реализмом в Драгсоусе полный порядок. Да, с реализмом в этой игре полный порядок, как и раньше. Это я понимаю. Я его не дамажу, вы что издеваетесь? По-моему я пропустил оружие. Я не наношу дэмэдж. Так, я не наношу урона, это нормально? А я должен, я должен драться с ним? По-моему я не должен. Что за... Он почти все хп вынес. Хорошая история. Бери щит. Где? Щит. Как прыгать в этой игре? Почему есть кнопка прыжка? Срочно вспомогательный донат. Почему у меня есть кнопка прыжка, но я не могу прыгать? Как мне его запушить без щита, собственно? Вот щит. Да пошел ты. О, треугольный щит. Опачки. Плюс саб. А как его? Самая сложная часть та, в которую ты впервые играешь. БТВ, папаня, ты пропустил меч. Вернись назад, а то так и будешь по 2 хп огрызком конца. Какой меч? Как я вернусь назад? Обесни мне. Как мило заложить? Э, как он мне попал? Я не понял. Что произошло? Как он попадает? А что он убегает? Не понял. Что издевается? I guess so. Я не знаю, где пропустил меч. Там ничего не подсвечивалось ни разу. О, длинный меч. Ты говоришь, пропустил. Ничего не пропустил. Наёбывал, наёбывал 100%. Так, что такое 80? Вот это вот. Опачки. Мерзкий ч. Так, это босс? Нет, это не босс. Или это босс? Control отскок. Control перекат. Я понял. Научите прыгать лучше. А я теперь над тем демоном сверху. Всё-таки я должен с ним драться, анивей. Ну, не то, чтобы у меня оружие стало намного сильнее. Ну, по-моему, по демо уже в 4 раза сильнее стало. А это сильнее. Блин! Что?! Че за... Хорошо, я понял. Пинок у меня... Окей, вот пинок. Но пинок меня супер бесил. То, что он срабатывал рандомно, когда я не хотел, чтобы он работал. О, опять пинок! Вот, один в воде, как в Dark Souls 3. Я не хотел его делать, но он сделался. Я ж не хочу его делать. Как их отрубить, блин? Разработчики понимают, что это... Бесиво. Оно очень бесит, когда ты пинок делаешь вместо ударов. Зачем мне это поставили на... Вперед плюс мышка. Вперед плюс атака. Вот это меня раздражало в третьей части. Это, наверное, самое бесющее, что было в третьей части. Этот пинок. Эти дурацкие пинки. Ага, да. Теперь это точно к боссу. А мне прыгать вниз? А, я могу сверху на него напасть. Ой, блин! Я этого не ожидал! И пока я думал... Вот этого я не ожидал. Как я мог этого ожидать? Что-то говно так и подпрыгнет высоко. Это нереалистично. Как он может так высоко подпрыгнуть? Такого быть не может. Так! Минус половина! Ай! Пиздюк! Он слабый! Я его не чувствую, еле домашний. Бой! Отхил! Отхил, чел! Отхил! Бля, хил медленно что-то. Ай-яй-яй-яй-яй! Я не вижу ничего. Все. Медленно хилишься, блин. Лучше не будут лочить таргет. Лочить таргет, что-то неудобно вообще. Ой-ёй-яй-яй-яй-яй! Ой! Да я его не почувствую. На! 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 Реалистично! Я его настолько изи убил. То есть как такое может быть? Как он, во-первых, может прыгать, и как я его изи настолько убил? О! У меня человечность появилась. А кто теперь шагает? Вот эти вот звуки. Я же убил этого здорового. Я думал, это он шагал все это время. Окей, я не почувствовал даже. Ну, то есть не смог почувствовать вообще. Вот так-то лучше. Кто там шагает до сих пор? Забыл сказать, Хатка Кокор. Ну, реально как-то очень легко было. Прям, ну, очень легко. Я и в третьей части первого босса убил, по-моему, сразу, да? Или со второй попытки я его убил. Но Гундир был сложнее, это точно. Гундир точно был сложнее. Этот босс вообще странный какой-то. Он такой жирный, такой большой. Он выглядит, как будто это какой-то эндгейм босс. Я когда прошел третью часть, я не понимал, почему это игры репутация хардкорная. Я не мог понять, реально. Там были сложные моменты, но это в основном связано с тильтом. То, что, знаешь, стримишь и на стриме еще больше тильтуешь. И те моменты, когда я дрался с этими братьями, да? Я уже забыл именам. Лориан, Лотрик. Суть в том, что каждый раз, когда я там умирал, мне приходилось бежать супердалеко и садиться в лифт. Это нереально бесило. Из-за этого я хуже играл. Меня сейчас, случайно, не птицы подымут? А эти гарпии или как их там? Потому что, ну, кто меня отсюда заберет? Только птиц. Только в антидетных легендах, это было сказано, что один день, что в антидетии будет уничтожить. Часи ворона. Ха-ха-ха. Птиц. 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 Э. Птиц. 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 все и теперь добивать и все до 11 я их развивались 11 я уже по как с ними драться я даже не чувствую блять этому с большим мечом чел так 11 давайте я 2 на 1 не готов я не могу 2 на 1 это было бы неприятно и неожиданно папа не ты заценил telegram собака вает 18 телеграмм собака вает 18 телеграмм собака вает 18 телеграмм собака вает все скелет это скелет это слишком я не могу тем более они снова воскресятся пойду заберу свои души и хватит почему здесь и фласок когда воскрешаюсь понять потом я снова 5 не иди дальше там скелет бобдана если прям хочешь лут то просто пробеги ибо тебе после каждой смерти придется бить их заново у тебя 10 фляг потому что это особая локация на большинстве постровка вот так то лучше здравствуй величайшая все одота 2 чекал игру книгцев и темпли 2 там такая же игра только баг там есть если упасть а так то неплохая интеллектуальная головоломки и оценинник еще каэс да привет полегаться в чеку и наруинс это пейс облайта он сам конечно уже постучать какие-то два колокола а где моя человечность я же не терял а что произошло куда моя человечность делать чего в качать прокачались немножко пойдет окей а вот так то лучше ты можешь обратить упастошаем потому что дотер и человек я давно не дотер а вот так то лучше костры с хранительницами по дефолту 10 имеют остальные где хранительница человечность чтобы найти луки было 10 флота как обычно типично драк соус ничего не понятно все происходило что так пошли те канализации какие-то решает а откуда за что бомбой ты не показываешь пиздюк да какой пинок вам пошли босса пизданем сначала по идее я не могу не справиться у меня 10 фласок как я не справлюсь что-то похоже я помню дракон в городе душу каком-то похождение арта с топографическим кретинизмом в первой дарксе помянем избранную ниже во славу солнце и плети а он жив не обстреливают не очень удобно сам они нет можно закрыть с другой стороны так-то лучше первая часть куда более не ленина и пусть есть больше различных путей пересечений тайна расходов в том числе закрытых и так далее учитывая твои топографические особенности да фраза я запутался будет основной по моему точек как кусок дерьма по самим с треугольным кажется тут можно читать описание шмоток как не попал не попал кастер ура но если его нажму то все челы воскресятся падают пойду прочекаешь там челы снизу охраняют на два часа и понял сейчас кто кидал меня что это мне ты чё дурак что это он делает что скажете что вы тут охраняете не выглядят сильными копейщики они супер сильные что вы охраняете вопрос мне надо с вами драться вообще не сильный просто не с блоком есть какого-то время блокирует и бьет это мне бесило в третьей части что челы могут блокировать и бить сразу я могу так какой пинок блять чё ты охранял бон вальчик лучше скрыты подвалися виталя блять бтв от этой игры горит больше чем от всей серии почему внимание подсказка рафлан балалоки в этой части напоминают вертикальную трубу . комната ожидания дроп этой части вот так то лучше а не балалоки важная инфо . в отличие от трех ее части снаряжения не чиниться если ты сел за кастер ты должен самостоятельно чинить снаряжение . за ними сидит торговец у которого лучше всего купить снаряжение для починки тут надо туда начинить снаряжение пинок выбивает щит если взять тоже выбежь быстро так пинок нельзя гарантированно сделать понимаешь вот я пытаюсь его сделать он не делается его нельзя гарантированно делать это торговец а с кем он торгует ? а с кем он торгует ? я трагусь в собственную черту , все предлагает не для вас , ото не для лица ? а вот это модно гонок дюна . Есть такой огромный дрейк и демона, тоже. Если ты стоишь вокруг этого места, это может быть в твоем земле. Это вроде пригодится. Шкатулка, позволяющая получить доступ к предметам у костра. Каким предметам? Ящик, наверное, лучше. Он бесконечный, а порошок сразу заканчивается. Тут вроде все дешево стоит. Тысяча, тысяча. Надо все купить это. У него оружие всякие есть. Короткий меч. Ну, кажется, у меня не так. Хорошее оружие и т.д. Не вижу смысла ничего покупать. Как продавать? Вопрос. Очень интересно. Это лучше моего? Как я должен знать, понимать? Как понимать? Как знать? Сравните. Такие у меня кожаные доспехи, а там кольчужная тема. Только перевод дебила. Ха-ха. Удар, резкий удар, выпад. Выпад это колющее, очевидно. Резкий удар это, наверное, режущая рубящая, а удар это дробящая. Вот. Сабля. Вот молоточек нарисован. Охуенный перевод. Сколько по десятибалльный перевод. Ну дебилы просто. Перевели. Что это за перевод такой? Так. У меня души еще есть же вроде. Я смогу вернуться в любом случае. Опачки. Плюс сабы. Сабы на месте. Оп. Опачки. Вот это я сверхразум. Я надеюсь, что ты... Ха-ха-ха. Да. Ну что, по одному, ребят. Хм. Раз. Раз. Оп. 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 Ясно. Пинок. Ясно. Хорошая игра. Вот так-то лучше. Виталя. Ответь на вопрос. Потом можешь меня посылать. Ну. Ты собираешься качать интеллект. Где? В игре? Ха-ха. Или где? Ха-ха-ха. В игре нет. В жизни тоже. Ха-ха-ха-ха. Так. Вот. Сюда же можно допрыгнуть только отсюда. Правильно? Ха-ха-ха. Привет, папаня. Чекни и офини картину, которую сделал твой фанат ПДС-3. Буду очень рад. Удачного стрима. БТВ Побзян. Ссылка удалена. Чекни и офини картин... Офнить. Не оценить, а офинить. Ща, секунду. Не открывается? Блядь! СУКА! Он скример скинул! ПИДОРАС! Я не ожидал! СУКА! Я не ожидал! Хорошо, что не открыл на весь экран. Ну, потому что вы бы сейчас все обосрались. Там реально неплохой скример. Как вы знаете, суть скримеров, ну, это в звуке. Не какой-то страшной картинке, а именно в первую очередь в звуке. И там еще сделали скример такой, который, знаете, не закрывается. Ты нажимаешь закрыть, оно не закрывается. Вот сволочь. Просто лол. Мне повелся. Я сейчас, знаете, удивился, почему он так долго грузится. Я думаю, блин, что-то оно долго грузится. Почему? Это что? Ну, большого размера что-то? У меня есть арбалет, чел. Чтоб ты понимал. Ну, в Dark Souls 3 рейндж оружие вообще не работало, по факту. И как стрелять? Ну, и как стрелять? Куда оно стреляет, блядь? И что я сделаю? Окей, как стрелять? Вон я вижу челов, но я не могу в них стрелять. Куда оно летит? Я взял в две руки арбалет уже. Дальше что? Что я должен делать? Как стрелять? Куда оно летит, блядь? Ясно. Разрабы дауны бывают. Вот так-то лучше. Кольчугич, спасаюсь стрим от АПА. Если ты не сядешь за костер, то после смерти ты не окажешься у него, а в том храме около скелета. Почему? Ты не потеряешь плоски, если сядешь. Просто если у тебя будешь меньше ты. Не понимаю. А как так? Ну это же не реалистично. Ну, вернее, в третьей части было не так. Ладно, я понял тебя. Я не потеряю фласки. Лучше скажи, как с арбалета стреляй, потому что походу нельзя стрелять вообще. В третьей части я не смог найти, как можно целиться, а тут нельзя, тут нельзя целиться. Кирилл зажег, почему я около него не воскрешусь? Что за блядство? Если я вас зажгу костер, что это будет? Давайте проверим, что это делает. Так у меня 7, кстати, стало. В смысле, будучи полым? Что, блядь? Окей, я человек вожечь. В смысле нет человечности? Ты ебанулся? Что ты от меня хочешь? Вот так-то лучше. У арбалета прицела нет. Надо таргет лочить. Как я залучить таргет, если нельзя? Как я могу лочить таргет, если нельзя лочить таргет? О, я понял. Об этом не донатили, я просто хотел проверить, как оно работает. То есть я трачу на самом деле не одну человечность, а две человечности. Потому что если меня убивают, то я снова нежить. То есть я трачу человечность, чтобы стать человеком. Ну, очевидно. И потом я трачу человечность, чтобы костер улучшить. Чтобы у меня было 10 фляг. Все, я понял. Но это жестко, минус две человечности. То есть это невыгодно. Лучше тратить человечность, когда ты дерешься с боссом. Сделать человечность и добил босса. Если он восстанавливает хп. А потом ты сможешь прийти к костру и потратить только одну человечность. А так получается это было супер невыгодно. Я проебал дохуя человечности. Нет, Dark Souls 1 какой-то очень легкий. В третьей части, если бы была такая толпа врагов, меня бы начали жестко коцать. И, ну... Не давали бы мне бить. Это я точно помню. Оу! Э! А как понять, ну, настоящий сундук или с той хуйней? Вы помните, да? Вон цепь из него лезет. Это разве не показатель? Я не помню уже, если честно. Но я побаиваюсь. Мою фляску выпить. А, надо его ударить сначала, точно. Окей, вроде нормальный сундук. Чёрная огненная бомба. Ауч! Хватит прыгать. Не надо злиться. Не нервничайте. Не нервничай. Не нервничай. Не нервничай. О! Ключ от жилища. Пригодился. А чё, контент жилища будет или для чего я его использовал? У. У. Сундук. Мя. Кипра не нормальный. Ммм, бойцы. Они со спины? Ты? Ты чё, блядь? А, он в башне сидит, чел. У меня в башке стрела. Да не надо пинать, я умоляю. Как ты вот с арбалета стрелял в меня, когда я находился там? То есть ты стрелял в кого-то и ты перезаряжался? Блин, это даун. Как он в меня стрелял с арбалета, когда я здесь вот бежал на него? Как? У. У.